Идея этой книги, это была и архетип этой книги, он как бы апеллирует, ориентируется на определенный психотип русского, да, его называют солнечный русский, человека, который открыт ветрам, открыт временам, открыт вызовам. Лучшие черты такого русского, как угадываются, может быть, в каких-то подвигах князя Святослова Великого, да, русский кочевник, русский очарованный странник, который своим добролюбием, своим, как бы, внутренней энергетикой, своим внутренним свечением и объединил сам по себе и похожие друг на друга гигантские пространства нашего континента. Объединил народы вокруг себя. Достоевский писал, главное, то, что умеют русские, это понимать и принимать другие народы. То, чего сегодня мы утрачиваем стремительно. Совсем недавно встречались в Евразийской клубе с графом Петром Петровичем Шереметьевым, главой всех соотечественников наших за рубежом. Он очень верную фразу сказал, мне очень понравилось, о том, что на самом деле, вот, сейчас все утверждают, что, допустим, нам не нужен Кавказ, да, я с негодованием так отношусь к такого рода. Но я, как Рюрикович, помню, откуда слово русский пошло, откуда вот скандинавские варяги, которые пришли на русскую равнину, откуда они взяли вот эту идентификацию. От кочевников Роксоланов, то есть от предков Осетин, от людей, которые в этом Аднониве заложен сияющий свет, то есть Роксоланы, светящиеся люди. Вот от этого, собственно, и пошел Эдноним русский, очень гордое имя, очень такое, очень имя требующее определенных обязательств, на самом деле. И вот, когда русская культура формировалась, такой, какая она и есть, которая сформировала вот эту нашу страну, нашу реальность, гигантскую реальность, взяла еще большую часть, на самом деле, Евразийского материка, самые лучшие земли, она презентовала ей некий архетип, некую планку, которой люди хотели соответствовать, и которой тянулись представители других народов и культур, потому что Россия всегда была многонародной, многоэтличной. И в каких-то сверхлюдях, таких как казаки русские, в которых я пишу книги, там, поморы русские, да, моряки русские, русские путешественники, староверы, она, вот эта планка очень высокая была запечатлена. То величие души, которое презентовало русский характер когда-то, да, и которое создало это пространство, таким, как оно и есть, солипсичное, да, оно было настолько высоким, что оно действительно нуждается в, безусловно, неком подтверждении. И, в том числе, это попытка скромная, попытка описать такого рода вот этого солнечного русского, который, может быть, я видел 8 августа в Южной Осетии во время войны, да, вот эти русские ребята, которые въезжали на танках, когда они въезжали, осетины плакали, говорили, что вот они, спасители солнечные, солнечные люди севера, да, осетины, здоровые парни с автоматами, которые плакали при виде приезжающих русских на танках. Там, там, в Сербии, в Косово, там, ждут таких русских, которые там придут и, наконец, наши священные монастыри избавят от таких людей, которые их сжигают, да, допустим. До такого русского, солнечного русского ждут русские женщины на всем пространстве нашего необозримого материка. Я думаю, эта фигура, безусловно, вернется, но отличительной чертой, я напомню, вот такого человека, сверхчеловека всегда было абсолютное великодушие. Чем мы победили германцев? Я думаю, победили в военном смысле, в политическом, в экономическом, но победили, я думаю, их тогда, когда русский военный в Берлине спас маленькую девочку немецкую ценой своей жизни. С тех пор там стоит его памятник, когда за ребенка врага отдается собственная жизнь. Сначала враг побежден, а потом еще отдается собственная жизнь в некую жертву. И вот тогда Германия проиграла эту войну. А сейчас нам вот эту тень, отбрасыванную от солнечного русского, предлагает совершенно другие архетипы, другие ценности. Вот они считают, что люди убивающие детей другой национальности, там, таджикской, там, допустим, каких-то других, они герои, на самом деле. Но это тень, надо просто разграничивать эти вещи. Поэтому, допустим, Россия победила, Кавказ в военных столкновениях, две чеченские войны были победены. Но они-то понимают, что нет того величия духа, того притяжения, вот как Высоцкий считает враг моральным и слабым. Поэтому все-таки на таких соплях и держатся в нашей стране. Поэтому со времен смерти Леонида Ильича Прежнева мы не знаем, что будет завтра. Вот проявление таких вот скифских черт русских, да, проявление вот этих архетипов, проявление абсолютного великодушия, и к поверженным, и к слабым, и к униженным, и к оскорбленным презентации русской любви как основы существования этого материка. Ведь я напомню, что большинство русских церквей, более 50% посвящены Пресвятой Богородице. То есть, понятно, кто является главным сакральным персонажем в нашей цивилизации. Вот возвращение к этим архетипам, они, мне кажется, и дадут очень правильное такое видение себя в мире и видение будущего в нашей культуре и нашей цивилизации. Ее возрождение, в конце концов. Вот я думаю, что эта книга, эта скромная попытка найти вот эти солнечные и вообще светлые черты в нашем народе и показать, что он многомерен, многозначен, и что то, что в нем сотни народов создали русский народ и живут бок о бок с ним, делают одно дело. Это не слабость наша, а наша сила. Вот так. Я думаю, за этой идеологией будущее, если мы собираемся жить в одной стране со многими народами, со многими укладами, с народами с разной энергетикой, если мы собираемся, зная о том, что там десятки миллионов русских остались за границами этой страны, тоже живут в других культурных условиях, если мы собираемся как-то двигаться в этом направлении, возвращать эти земли, то евразийство — это единственная идеология, которая способна быть локомотивом этого процесса. А второй аспект — это аспект, я бы сказал, именно отношения к другим народам и другим культурам. Евразийство видит географию структурно, видит, что она состоит из разных органов, как человеческое тело, допустим, вот. Все бывшие пространства Советского Союза состоит из разных, можно сказать, органов, да. Когда мы это подтверждаем, когда мы это утверждаем, то тогда становится понятно, что таджикские дворники — это не чужие для нас люди, на самом деле, представители тоже очень древней культуры, которые вот из-за очень сложных, социальных, страшных пертурбаций сюда попали. И разговаривать с ними надо как с людьми, и они должны разговаривать с нами как с людьми. И кавказские парни, которые сюда приезжают, они тоже должны как бы учитывать топос этого места, учитывать энергетику этого места. Но очень важный момент — мы сами должны предложить им то, что они должны учитывать, потому что они приезжают на пустое пространство, где люди ничего не утверждают, ничего из себя не заявляют фактически, ничего никому не предлагают, а на самом деле желают побыстрее там избавиться от друг друга, от самих себя. Вот если мы сформируем некий кодекс вот такой русской равнины, структурный, уважающий самих себя и своих соседей, то огромная тяга будет к русскому проекту, к русскому народу и к русской философии. Я считаю, что евразийство — это единственная идеология, за которой будущее в нашей стране. Какие-то мировоззренческие страты, предложения, что именно делать, вот эти кодексы, как вести себя, в том числе приезжим или нам самим, должна вырабатывать интеллигенция, которая находится в огромном таком мировоззренческом, я думаю, социальном кризисе. И задача — сформировать какой-то кластер людей, что ли, которым было бы это не безразлично, чем пытаемся мы заниматься, создавать евразийскую клубную систему, пытаясь образовывать. На самом деле я бы не делил. Вот у нас вечная привычка отделить всех. Вот чиновники, там, менты отдельно, чиновники отдельно, там, Кавказ отдельно, русский народ отдельно. В самом деле мы все части одного общества. И люди, мыслящие вменяемо и понимающие необходимость именно такого социального существования, есть везде. Есть ли они, там, в администрации Медведева, там, есть ли они в милицейских управах. И другое дело, что необходимо создание некой критической массы здравомыслящих людей в России и в странах СНГ жили, да, которые мыслили бы схоже в одном направлении и понимали бы необходимость вот такого евразийского консенсуса между нами всеми. Потому что рознь социальная и экономическая, и этническая, она страшная. Она сожрет нас всех, если мы ее не остановим, если не возникнет такой кластер в нашем большом обществе, который бы заявил бы всем, что хватит брейк. Потому что иначе мы съедим сами себя. Этот миф, он настолько сложен, настолько вписан ткань любого, как бы, дела, настолько вписан ткань действительно имперостроительства, начиная, там, с Атилы и Блэды, Рамулы и Рэма, и, там, Сталина и Кирова, да. Это попытка анализа вот очень таких сложных, тонких процессов в государственном устройстве. Причем очень большую тревогу берет сегодняшнее время, когда мы видим тоже двух братьев-соправителей. Поэтому там написано, что эта статья актуальна как новостная лента. И, к сожалению, поэтому вот поскольку меня кирзает страшное просто, страшное предчувствие, глядя вот на двух братьев-соправителей, по телевизору каждый день, поэтому к этой статье все больше внимания, и всегда приходится к ней возвращаться. В империи без братоубийства не строятся, как это ни парадоксально. Поэтому это скорее такой завороженный взгляд на какие-то невероятные процессы, которые в человеческом разуме поняты быть не могут, с моей точки зрения.